Давай, давай, давай! Ещё, 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 ещё! Хитрый блеск в глазах, азарт, желание победить. Все от мала до велика склонились над лунками в ожидании поклёвки и хорошего улова. Кто-то ловил на пшено, кто-то на опарышей, кто-то шептал заветные слова. Я сейчас искать первый раз, поэтому ощущения изумительные, замечательные. Это вот большая самая первая попасть. Что-нибудь приговариваете или нет? Конечно. А что говорите? Рыба, мечта моя! А что у вас там сзади? Валельщик? Как зовут валельщика? Биллибомс? Биллибомс несколько раз покушался на улов, но по правилам конкурса рыбу надо взвешивать, поэтому такси ничего не досталось. Рыбацкая удача благоволила директору заповедного Подлиморья. Михаил Овдин поймал более 6 килограммов рыбы. Никто не хотел верить, поэтому у него было больше всего зрителей. Да и судьи не дремали. А сколько человек? Сложно сказать, потому что надо посчитать. Но не меньше 40 участников. Готовы! Изначально как бы это проводили просто как соревнование для рыбаков. В прошлом году делали парк ледовых фигур на льду Чуркуйского залива. Но улов был не очень хорошим. И поэтому мы решили перенести на Монахова, потому что в это время года как раз именно соревнование рыбы хорошо клюет. Никого не оставили равнодушными гонки на собачьих упряжках. Девиз конкурса «Если собака не везет человека, то человек везет на себе собаку». Главное – это хорошее настроение и подходящий костюм. Неизгладимое впечатление оставил Борис Николаевич Ельцин. Пес, названный в честь президента, никак не хотел бежать. Ельцин собака? Очень, видать, Бориса Николаевича уважают. В перерывах между конкурсами состязались между собой болельщики. Они бились в честном бою, пели песни, скакали на скакалке. Финальным аккордом стал триатлон и взвешивание добычи. По итогам конкурса лучшим рыбаком признан Михаил Овдин. На втором месте – Ян Острихинский. На третьем – Иван Избродин. Надежда Хлыстова, Алексей Ионов. Новости дня. Баргузинский район.